Здравствуйте, мои уважаемые зрители! С вами Ольга Демчук, исследователь внутреннего мира личности. Сегодня мы с вами поговорим о всемогущем контроле, который непосредственно связан с нашей эмоциональностью и мышлением. Я вам обещала, что я буду кусочки пирога от проекта «Дело», который сейчас идёт отрезать, и делиться ими со всеми вами. Это из этого курса. Когда мы говорим с вами о цели, полагании, об устремлённости к чему-то, то нам важно понимать, что эти векторы устремлённости могут быть разными. То есть в один момент жизни нам хочется этого, вдруг этого. И я как практик, как работающий с людьми, выделила три основных вектора цели и полагания. То есть если мы представим, что наша личность — это А, объект, то у этой личности может быть три основных вектора развития цели, к которой они стремятся. Первый вектор «Б» — это вектор, когда нам хочется, чтобы всё было по-моему, когда мы обслуживаем некий идеальный мир. Когда мы устремлены в этом векторе, мы весьма ранимы и эмоциональны. Мы остро реагируем на них, по-моему, на взгляд глупые люди, ещё больше взгляд те люди, которые не хотят делать то, что надо нам. Это эмоциональный вектор, и условно этот вектор я называю «ваив», потому что этот вектор наполнен памятью о пиковых эмоциональных переживаниях. Этот вектор всегда устремлённость к тому, чтобы вернуться в некое переживание счастья, о котором у нас есть память. Наша психика запоминает предельные переживания. И эти предельные переживания создают магнит под компасом нашей Личности, и нас всё время туда тянет. Даже если эти переживания мы испытали в фантазиях, например, я фантазировала о принце, который появится, решит все мои проблемы, то всё равно у меня в памяти, в психике сформируется это доминанта блаженства, которые я бессознательно буду пытаться повторить, попасть туда. Так как самые яркие переживания у нас из детства, то этот вектор — такой внутренний ребёнок, внутренний аффективный инфантильный фантом. Наша совокупность бессознательных, бессознательных жажд или голода, к которым мы устремлены. Когда мы точно знаем, как бы нам хотелось, и искренне расстраиваемся, когда не так, как нам хочется. Чем более идеалистичны, более детские эти желания, тем больше у человека будет эмоций. Это такое состояние, когда мне, например, что-то надо от человека, например, я восхищаюсь им, и мне очень хочется ему понравиться. И вот он обратил на меня внимание, я испытываю бурю эмоций, потому что из вектора Б мне всегда мечтается о том, что появится кто-то, кто решит все мои проблемы, у которого есть ответы на все мои вопросы. И он мне даст некую быструю инструкцию по достижению всего того, что мне надо. Я таки волшебник в голубом вертолете, который появится и мне все это даст. И чем больше надежды у меня на какого-то человека, чем больше у меня требований каких-то к какому-то человеку, ожиданий, тем я буду эмоционально более заряжена. Мне не хочется от него отходить, хочется с ним все время быть, держать его за руку, искренне расстраиваясь, когда надо нам расставаться, то есть я бы прилипла и была бы рядом с этим человеком. Этот вектор, он изображен красным, это такое пульсирующее эмоциональное нечто внутри нас, заряженное детским реагированием. И мы сами интуитивно понимаем, что есть это у нас внутри, что мы можем быть истеричными, можем быть безумно злыми и искренне кричать на человека, когда он не дает то, что нам надо. Это эдакая пульсирующая биомасса избыточно эмоциональная. Как избыточно эмоционален младенец, который искренне плачет, когда ему не дают желаемое, который злится, когда ему не дают желаемое. И в этот мир мы приходим такой пульсирующей эмоциональной массой. Оно похоже на внутреннего кота. Это состояние, когда все должно быть так, как нам надо. Если не дают, то хочется лапой ударить или укусить того, кто не дает то, что нам надо. И хочется громко орать, когда не дают то, что нам надо. И это поведение асоциально. Мы еще детьми понимаем, что такое поведение не приносит нам желаемое и скорее отталкивает от нас людей. Тогда появляется вектор С. Он изображен синим, который контролирует эту живую эмоциональную, наполненную голодом нашу суть. Всемогущий контроль. Вот этот контроль, он пытается социализировать личность и постоянно сверяется с правильной инструкцией, как надо себя вести, чтобы тебя не отвергли, как надо себя вести, чтобы получить желаемое, как надо себя вести, чтобы производить определенное впечатление. Важным пониманием является то, что этот контроль, он как будто накрывает куполом, это наполненное голодом и эмоциями внутри. И этот купол вы все хорошо знаете. Например, когда вы приходите в какую-то компанию, там много людей, вы еще не понимаете, какие они, как можно себя вести, и в этот момент вы чувствуете такое сжатие. В этот момент внутри появляется пустота, спутанность мыслей, то есть наша психика уже впрыснула нам анестезию и заморозила этот красный круг внутри, который может что-то выдать. То есть появляется контроль. И многие люди, они не понимают, что это они себя контролируют, что они надевают стеклянный купол, что он не садит себя в клетку для того, чтобы быть социально приемлемыми. Им кажется, что это давление осуществляется извне. И чем у человека более активный этот красный вектор, чем больше там эмоций, злости, идеалистичных желаний, тем больше человеку надо контроля для того, чтобы все это сдержать. То есть вот есть такие люди, они, их можно назвать контролерами, они такие сухие, обычно такие подсушенные, они боятся совершить ошибку, они все контролируют, у них даже взгляд, как у следователя. Мы можем сказать, что у этих людей этот красный круг внутри, он избыточный. И эти люди интуитивно понимают, что если они отпустят контроль, они как будто рассыпятся на части, расплывутся, как лужа, начнут истерить и будут неадекватными, начнут злиться. И те люди, которые отпускали контроль, они убеждались, что они начинают вытворять что-то такое ужасное, чем пугают других людей. И они делают вывод, что значит надо больше этого контроля. Когда кто-то позволяет себе вести из этого красного круга рядом с такими людьми, то эти люди злятся на них, потому что они, вот эти спонтанные, выражающие себя люди, начинают активизировать их красный круг, им еще как будто тяжелее его сдерживать. когда мы контролируем и замораживаем вот это все эмоциональное, когда мы ищем инструкции, как правильно себя вести, когда мы ходим на тренинги и набираем еще больше инструкций, как правильно себя вести, то наш красный круг как был в подсознательном, так и остался. То есть он не анализируется, он не разбирается. И в этом красном круге что только не собрано. И вот эти мечты о волшебнике, и мечты о том, что я буду богатым и знаменитым, и мечты, что появится кто-то, кто меня спасет, и мечты о том, что мир будет таким, как мне надо, и мечты о том, что жизнь вечна, и у меня еще много времени и так далее, и так далее. То есть такая совокупность детских желаний. И когда мы это все не разбираем, оно все лежит там замороженное, а мы как контролирующая кукла все это сдерживаем, то у нас нет возможности с вами развиваться. Вся энергия нашей личности уходит на то, чтобы сдерживать это нечто, рвущееся у нас изнутри. И мы убеждаемся, что когда оно вырывается, оно действительно ужасное. Поэтому работа с контролем, она бессмысленна. И работать с добыванием еще более идеальной инструкции бессмысленно, потому что красный круг остается не затронутым. Мы его не меняем. А если мы его не меняем, то синий круг контроля измени будет таким же. Еще важно понимать, что синий круг, этот контроль, он кажется подавляющий красный круг, но на самом деле он находится на службе у красного. То есть это наша убежденность, что если мы будем правильными, если мы будем такими, как надо, то наступит то время, когда будет помоем. И личность, которая не разбирает этот красный круг, этот красный круг желаний и заблуждений, она не может расти. Она не может развиваться, потому что это замкнутая система. Это система, в которой ничего новое не может проникнуть. Она фанат, собственно, религии. Вот эти наши желания, это есть наша религия. И поэтому, пока не появится зеленый круг, цели полагания Д, это объективное понимание, что с нами происходит, не попытка быть достаточно хорошим, чтобы получить желаемое когда-то, не попытка напасть на себя, что ты недостаточно хороший, поэтому не получаешь желаемое, и не желание обвинить кого-то, что это он недостаточно хороший, чтобы дать желаемое. А это всё-таки формирование объективного мировоззрения, когда мы можем называть вещи своими именами, и мы понимаем, откуда наша боль, мы понимаем, откуда этот контроль. Это устремлённость к объективности, устремлённость к глубине понимания. Подведём некоторый итог. Тема большая, интересная, про неё можно трёхчасовую лекцию читать. Подведём некоторый итог. Всё-таки мы на Ютубе с вами, этот ролик короткий. То есть вектор Б, наше эмоционирование, это эмоционирование всегда связано с выяснением паха. Плохой, хороший, правильно, неправильно. И человек ищет или подтверждение своей правоты, или же подтверждение своей неправоты. Вот это вот эмоционирование, извините, я сказала красный круг, красный и синий круг, красный и синий круг. Эмоционирование, оно всегда связано с субъективностью, с зацикленностью на себе. Мы всегда очень остро, эмоционально реагируем только на то, что непосредственно относится к нам. О каких-то понятиях, о процессах, о которых мы пытаемся мыслить объективно, этой заряженности не будет. И это наше эмоционирование, оно напрямую зависит от нашей субъективности. Чем у человека больше субъективности, тем у него больше эмоционирования. Когда вы мыслите и хотите в этом мыслительном процессе подтвердить или опровергнуть свою правоту, это не мышление, это тоже эмоционирование. Мышление — это отображение реальности в суждениях и понятиях. То есть о наличии мышления у человека мы можем говорить только если он находится в зелёном круге, то есть когда он пытается реалистично смотреть на себя. Многие люди путают синий круг и зелёный. В синем круге там нет умышления, там человек только ищет подтверждение своей правоты или неправоты. Это такая обсессивность, обсессивно-компульсивное такое метание внутри, или человек пенится эмоциями, или выясняет, я прав или не прав, я прав или не прав. То есть это ошибочно считается мышлением. На самом деле это эмоционирование. А в мышление, в зелёный круг и в этом же зелёном круге мы попадаем только когда пытаемся объективно судить, и этот же зелёный круг даёт возможность нашей системе измениться. То есть для того, чтобы Личность изменилась, нам необходимо создать зелёный круг объективности и уже из него наблюдать и за синим, и за красным кругом. Видео непростое. Предлагаю пересмотреть его ещё раз, если что-то было непонятно. Можете даже писать вопросы к этому видео, я постараюсь ответить. А вас я попрошу описать, как вы себя чувствуете, по каким признакам вы можете понять, что вы сейчас смотрите на мир из зелёного вектора D, и по каким признакам вы можете понять, когда вы попали в красный или в синий вектор. Я решила провести 20 августа вебинар «Неузнаваемая жестокость». На этом вебинаре я хочу пройтись по самым тёмным коридорам нашей Личности, когда мы не узнаём свою садистическую часть, обвиняющую, претенциозную, именно ту часть, из которой формируется как аутоагрессия, так и обесценивание мира и других людей. В этой неузнанной жестокости и находится секрет, почему мы не можем эволюционировать как человек, как Личность, потому что именно жестокость нас приближает к зверю. Ссылка на этот вебинар есть. И ещё один анонс. Я вас приглашаю на школу. Осенью обычно проводили шпионские игры, а сейчас будет проводиться школа. Она будет так и называться — исследование внутреннего мира Личности. Она будет похожа немного на шпионскую, там будет 7 лекций, но она именно образовательная. То есть на ней мы с вами, как учёные, будем исследовать, как устроен внутренний мир. А теперь я уже точно прощаюсь. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok